Всем добрый день! Меня зовут Серафима Орлова, и тема сегодняшней лекции — это «Поколение НЛЗ». Собственно, откуда взялась эта лекция вообще, почему я об этом рассказала? Может быть, кто-то из вас был на территории образовача, по-моему, в мае было дело, когда я рассказывала о «Поколении НЛЗ». Собственно, после этого в части вопросов прозвучал вопрос, а каким будет «Поколение З». То есть, вот вы описали лекции, которые сейчас становятся молодыми и заявляют о своих правах на существование, а какими же будут их дети? Ну, скажем так, описание будущего поколения, которое еще формируется, это в некотором роде ощупывание слона, слепыми людьми. Один там ощупал что-то похожее на веревочку, это был хвост, сказал, что слон длинный и тонкий. Другой нащупал хобот и так далее. Но, тем не менее, попытаться всегда можно. На каких основаниях я пытаюсь, почему? Каким способом? По образованию я филолог-литературовед. И по, скажем так, жизненным занятиям я писатель-драматург. То есть, мои попытки анализировать мир и высказывать свою точку зрения, связанные с литературой, с драматургией, с поиском различных систем для анализа и связью их с какими-либо литературными параллелями. Причем бывает очень интересно найти какие-то совершенно всем знакомые примеры и по-новому на них посмотреть. Ну, возможно, кому-то известны популярные некоторое время назад записи в живом журнале, когда люди внезапно открыли для себя, что, например, «Не знай, как оно у меня» написано Николаем Носовым. Это очень интересная иллюстрация, так сказать, эпохи дикого капитализма, которую он ступил в 90-х годах в России. Кто-нибудь видела? Нет? Это очень любопытно. Попробуйте поискать. Вот. В общем, многие признаки, скажем, многие даже изобретения, которые характерны для современного общества и их взаимоотношения в них, Носов, получается, описал в кариепатурной форме в те времена. Он, как бы, казалось, что он делает сатирическую пародию на страну капитализма, потому что, понятно, это в Советском Союзе записалось, но в итоге оказалось, что он каким-то боком описал Россию. Вот. И меня привлекла, в принципе, вот эта дерзкая, надлая тема «Детский писатель как капитализм». То есть, когда писатель пишет, ориентируясь на будущее поколение, может ли он случайно или не случайно угадать какие-то признаки, которые потом действительно станут реальными. Причем даже не какие-то, не изобретения каких-то гаджетов, а именно процессы, происходящие в обществе. И вот, собственно, это попытка анализировать творчество одного из детских советских писателей через теорию поколения, которую называют псевдонаучной, которой доверяют в разных кругах, то есть от полного доверия принятия и использования ее методов до неприятия категорического отрицания. Вот. Но здесь теория поколений используется как метод лецептоведческого анализа. То есть лецептоведение – это такая наука, где позволительно использовать разные системы для того, чтобы проинстрироваться анализа. Ну, собственно, чего не будет в этой лекции, сразу же я скажу. Длинных научных выкладок, советов по педагогике и психологии, поскольку я не педагогом и психолог, и сверхточных прогнозов, потому что я не могу. А что будет в этой лекции? Как я уже сказала, теория поколений, литературные примеры из уже писемной области, и немножко личного областа. Значит, как начиналась теория поколений, и что это такое? Я замечательно сказала, что я занимаюсь на лекции, и как получилось, что есть некоторое сподство. С конца 80-х годов Ильям Штраус и Мил Коуп сотрудничали, разрабатывая теорию поколений. Сначала они, независимо друг от друга, пришли к этим мыслям. То есть один был экономистом, а другой историком, писателем, драматургом, и обоих интересовал конфликт поколений, который они тогда наблюдали в США. Почему военное поколение плохо воспринимает после войны. И эта проблема была настолько актуальна и настолько их занимала, что они решили проанализировать влияние исторических эпох на развитие поколений в США. Итогом стал труд теории поколений, который появился в 1991 году. Труд был очень популярен, вызвал очень много критики и много, скажем так, симпатии со стороны самых разных слоев общества. То есть это труды исследовали компасмены друг к другу. И после этого, естественно, они были признаны пионерами в своей области и продолжили работу. То есть все это было в 1991-м, и в начале 2000-х уже было видно, что основные положения их теорий подтверждаются. Вот, собственно, какие еще у них есть книги. Это 12-е поколение, 4-е превращение, американское корочество, где они говорят о небезызвестном вам поколении Х. Я думаю, все знают, как у стерна. Вот, и восхождение поколения милейнов. В чем недостатки этой теории? Вот, собственно, несоответствие критерию Коппера, то есть невозможно придумать условия для эксперимента, которые позволили бы опровергнуть эту теорию. Детерминизм, то есть приверженность точки зрения, когда все взаимосвязано со всем, и мало эмпирических данных принципиально. Вот, и прежде чем мы перейдем к анализу, хотелось бы сказать, что все, что я сейчас говорю, не нужно принимать на веру. То есть теория — это теория. Ее можно воспринимать, можно не воспринимать. Можно использовать как инструмент, можно просто отмести, если она вам не подходит, и смотреть совершенно другую сторону. Но многие люди этой теории симпатизируют. И даже в такой области, как подбор кадров, она сейчас используется. Почему эта теория стала популярна в России, и когда она у нас стала применяться, как-то пытаться трансформировать ее и работать? Вот, собственно, это началось, когда на рынке труда столкнулось поколение X, поколение B, B, Boomer и поколение Y, сейчас приходящие, трудоустраивающиеся на область. То есть произошло столкновение ценностей, и работники, которые занимались кадрами, попытались как-то проанализировать ситуацию, почему, собственно, так получается, почему коллектив из людей более старших по возрасту и более молодых друг резко перестал подбираться, почему в молодежи меньше послушания, почему они с такими завышенными требованиями приходят, почему они нарциссичны, почему они требуют немедленного вознаграждения, почему они не склонны привязываться к стабильной работе и стремятся уйти, если их что-то не расстраивает почти сразу. Вот. И теория поколения была чем-то, что работала и помогала подобрать в той или иной степени коллектив, в отличие от сугубо всем научных методов, которые, несмотря на такое, где, может быть, используются. Вот. Собственно, что составляет теория поколений? Это описание нескольких поколений и исторических эпох, которые на них влияют. Вот, собственно, временной период составляет примерно 20 лет. Период формирования ценностей. Вот. И первое поколение, которое уже практически не представлено в нашем обществе, это поколение победителей. Вот. То есть это, понимаете, рождение в округу великих перемен, феверской революции. Вот. И в соответствии с этим они строили новый мир, строили Советский Союз. Их ценности, как описывают, значит, актеры теории, это трудолюбие, ответственность, вера в следовое будущее, приверженность идеологии, семейной традиции и категоричность суждений. И все это мы можем наблюдать из соответствующих литературных и исторических источников. Следующее поколение – это поколение мочевилок. Период рождения от 23 до 43 года. Соответственно, в это же время формирование ценностей это поколение, чье взросление пришлось на эпоху Сталинской перемеси, в частности, на начало Второй мировой войны. И их ценности, по предположениям авторов теории поколения, формировались, исходя из исторического контекста. То есть преданность, соблюдение правил и законов, уважение к должности и статусу, жертвенность и экономность. Представители этого поколения – это наши бабушки и дедушки, иногда даже прабабушки и подедушки. То, что осталось из признаков этого поколения, в частности, например, кто тренируется в мемку жюри, вы, наверное, все видели эти картинки, «Иду к бабушке вот такой, возвращаюсь от бабушки вот такой». То есть это большая забота о материальных ресурсах, большая привязанность к земле, к ресурсам, к даче, например, к даче. То есть поколение, которое росло в условиях решений, для них это непреложная ценность еда. То есть последняя сила в последнем кусочке на тарелке, нельзя недоедать, нельзя играть в хлебом. Вот это такое самое яркое. Следующее поколение – это бэби-бумеры. Собственно, те, которые сейчас являются нашим начальством, уже выходят на пенсию, они же находятся по большей части в государственном аппарате по возрасту. И их ценности – это оптимизм, идеализм, заинтересованность в личном росте и вознаграждении, коллективизм, очень сильный командный дух, пульт молодости, здоровья. Ну, всем понятно, в какую эпоху у меня сми изрослели. Вот. Следующее поколение – это то самое поколение X, немножко даже навязно супоактивно. Поколение неизвестно. Люди 63-го, 83-го года рождены. А формирование ценностей в это же время происходит. Поколение X, собственно, изобрело космодерную музыку. Поколение X по возрасту лев способствовало в королевом мире, тоже глобальным переменам в нашей стране, смене эпохи, развалу Сбецкого Союза. Вот. И их идеология с этим очень связана. Готовность к изменениям, техническая грамотность, индивидуализм, стремление учиться, неформальность взглядов, прагматизм, надежда на себя, ну, равноправие погоды. Вот. Y, о которых я говорила в прошлый раз, это те самые странные инфантивные ребята, которые сейчас приходят в кадровые агентства и говорят, что вы не можете предложить. Это те самые ребята, которые, допустим, продают квартиру в Москве и уезжают на эти средства жить возле Львийского океана и ничего не будут. Это те самые ребята, которые... Я фотограф, я тоже фотограф, тоже будет учиться. Вот. Это те самые ребята, которые до 30 и дальше занимаются саморазвитием, самореализацией, тренингами и другими вот такими страшными словами, которые не понимают предыдущие поколения. То есть, моя вся следующая... Вся предыдущая лекция была посвящена тому, что это не плохие ребята. И каждый из нас, даже если он считает себя там более серьезным человеком, чем я, когда слизистой поколение Y, он содержит в себе те или иные его черты. По крайней мере, это поколение, которое выросло в более благоприятных условиях, в отличие от поколения Y, и у которого, соответственно, более важные, более высокие требования к уровню жизни. В частности, активная часть этого поколения пытается заниматься изменением общества. Ну, скажем, представители, которые организуют неформальные городские сообщества, которые появляются по всей России, они по большей части принадлежат поколению Y и несут в себе части и делают это поколение. Что же с этим? Кого же воспитают эти ребята? Что будет с их детьми? Что будет происходить с людьми, которые родились уже в цифровую эпоху? Уже с интернетом? Вот как, тоже опять-таки, мем-культура говорит, у вас, современные дети, уже все есть, у нас этого нет. У нас не было контакта. Они бегали по заборам. Это было прекрасно. Вы все. Что с ними будет происходить? Ну, опять-таки, это в какой-то мере ощупывание слона, но некоторые признаки уже сейчас можно наблюдать. Что еще хочется сказать по теории поколений? Это то, что, естественно, нельзя огульно говорить, что вот этот человек точно принадлежит к этому поколению, ни в шаг вправо, ни в шаг лево, ничего невозможно. Теория поколения в основном анализирует средний пасс. То есть, если мы будем пытаться, например, анализировать лагерь беженцев, у нас ничего здесь не будет работать в полном мире. Почему здесь Питер Бэн? Поколение Y, то есть поколение, которое рождает поколение Z, про них говорят, что они страдают синдромом Питера Бэн. Вот это вот самая инфантивность, вечное детство, продленное детство. Вот. И что, собственно, делать, когда приоритете кухню? Это страшно. А может быть и так. Во всяком случае, как могут ребята из поколения Y воспитать своих детей? Что говорят о современных подростках? Вот тех, кто родился после 2003 года рождения, а в нашей стране на самом деле еще позже. То есть говорят, что сейчас представителям поколения Z не более девяти лет. Это поколение первое растущее в интерактивной мире. Они на доканале. Они очень быстро воспринимают информацию, если можно подтянуть. Скорость мышления. Они рано взрослеют, опять-таки, в том числе из-за перенасыщенности информации. Очень быстро думают и совершенно не имеют терпения. Опять-таки, потому что есть способы, когда они очень быстро могут получать шелайя. Как мы с вами говорили, ребята, у кого-то все это не знают. И переходим, собственно, к литературной части. Кто, по моему мнению, интересно описал признаки, которые могут принадлежать поколению Z, то есть поколению наших детей? Это Евгений Серафимович Мацисков. Детский писатель. Он написал неизвестные вам «Включение электроника» в цитрологию книг. В фильме, я думаю, все видели, кто бы книжку читал. Но я, как флот и цитрология, больше публирую книжку сейчас. Что интересно, это важно для дальнейших рассуждений. Сам Евгений Серафимович принадлежит, если совместить цитрологию, поколению наших детей. Вот, все, наверное, оба потянутся. Поколение Y, которое сейчас набирает силу, трансформирует реальность вокруг себя. То есть их дети подрастают в условиях более дружелюбных потребителей, более развернутых на человека. То, к чему стремится поколение Y от сей, это желание, чтобы все было на пользу человеку, приятно человеку, весело, даже если они занимаются работой или образованием. И вот этот самый элемент драйва у них очень лучше. И каким образом дети в этом подрастают. Воспитание цехруши – это цитата из рассказа Станислава Лена. «Каким образом воспитывать наших детей?» Вот, кто приступает. Здесь я шуточный монолог написала, как это бывает у Ирики. Y для них очень важна самореализация. То есть, если уж они после 30 лет или раньше все-таки стали родителями, то они намерены в этом тоже самореализоваться. Чтобы здесь тоже был фан, тоже было интересно, тоже было как-то важно очень. Тоже, чтобы в этом была какая-то идея. И что мы имеем в итоге? Мы имеем гиперопед. То есть, когда воспитание ребенка, если уж из этого взялся, это некая идея, если не сверху взялся. И это влияет своеобразно на поколение Z. Поколение Y выросло опять-таки в ситуациях, например, постоянных терактов, всевозможных угроз со стороны общества. То есть, они привыкли считать, что мир опасен. И опасен не постоянно, а в нем много элементов внезапности. Поэтому гиперопеда выливается, бывает желание как можно дольше ограждать ребенка от всего, что может его как-то расстроить, огорчить, обидеть. Сейчас мы, например, наблюдаем вышедший закон о том, чтобы оберегать детей от выносной информации, который, например, не позволяет печатать не в полиэтиленовую обложку некоторые полезные подростковые книги. То есть, вот эта гиперопека, она на чудесном уровне проявляется в том, что мы ограждаем детей от всего печального, страшного, хотя они на самом деле к этому тянутся, потому что им нужно взрослеть, им нужно чувствовать эмпатию. Вот. И мы хотим, чтобы они были в своем розовом мире. Потом 18-летний полный вес, потом взрослый мир. Все. И попало. Вот. Значит, и, конечно, мы хотим, чтобы у наших детей было все. У нас было все, у нас были приставки, были кроссовки, было вот это вот изобилие 90-х в купе с их же разрубкой и нищетой. Мы хотим, чтобы у наших детей точно было все. Поэтому, ну и прежде всего, гаджеты, потому что мы сами ими пользуемся, уже не представляем себе жизнь без телефона. Забыл дома телефон вернусь. Забыл дома плеер вернусь. Страшно вообще, забыл дома телефон. И мы хотим контролировать детей и в этой их виртуальной жизни. То есть я написала, почему не добавляем друзья. Дети, принципиально бывает, не добавляют друзья родителей в социальных сетях. Я думаю, все понимают, почему. А родители в это время в своих жжжешках и фейсбуках пишут длинную летопись о том, как мой ребенок взрослел, первый раз покакал и так далее. Что тоже не очень будет приятно ребенку читать, когда он станет чуть-чуть старше. И, наконец, к чему приводит это все? Родитель Y начинает задумываться, а кем же будет его ребенок? То есть задали мне вопрос о поколении YZ, а этот вопрос сидит у всех. А кем же он будет? И поскольку для Y самая важная ценность это самореализация, чтобы все было по-моему, чтобы я был крутой, первый, сделал что-то новое и еще через это самореализовался, он задает ребенку вопрос, расскажи мне о своих элитных замыслах. А кем ты будешь? Это у всех есть такой вопрос у родителей, все родители волнуются со своих детей. А кем ты будешь? А что ты чувствуешь? Расскажи мне, что ты чувствуешь. А тебе понравилось сегодня в школе? Вот. А ребенок в ответ на это, вот это опять же моменты из личного опыта, может либо не уметь описать, чего ему на самом деле хочется, потому что он не понимает, что ему хочется, в отличие от родителей, либо отказываться, про это рассказывать, просто потому, что он живет в ситуации и в терапии. То есть это протест и конфликт. Опять-таки конфликт отцов и детей. Вот. И как биотистер описывает представителя, на мой взгляд, типичного из поколения языка его как раз первая книжка получат, справа его называются «Ольфонит мальчик с чемоданом». Сюжет напомню. О том, как профессор создает робота, очень похожего на настоящего мальчика, и теряет такой контроль. Высокое напряжение, робот вырывается, как раз уходит из-под контроля и очень быстро бежит, скрывается. После этого его находит, его случайно получился брат-близнец, то есть парень, по образцу которого делали внешность. И начинается по-никакие забавные школьные приключения. Почему мальчик из чемодана? Вот как раз вот это первая тема конфликт отцов и детей. То есть человек, который не любит вообще-то говорить на тему саморазвития со своими родителями. Он либо действительно не знает, кем хочет быть, потому что у него нет мотивации развиваться, у него все есть, дети ему все дали. И одновременно гиперопека. Либо он скрывает свои мечты именно по причине все той же гиперопии. Следующее. Если этот ребенок уже все-таки что-то себе придумал, уже наметил для себя какое-то векное направление, то он думает и развивается слишком быстро для своего родителями. Несмотря на то, что родители тоже живут в зокровой эпоху. То есть ребята, которые родились уже в зокровую эпоху, при всем желании нам их сложно догнать, если они не знают, что они хотят. На чем основывается, собственно, следующее? Да. Ребята, которые принадлежат поколению родителей, знают, что наука это прикольно. То есть среди игреков много мерков. Много людей, которые интересуются наукой как чем-то популярным, как чем-то важным для их самореализации. Вот. И выливается это в то, что их дети убеждены в высокие технологии и символы силы. И они более прагматичны, чем их родители. То есть если родители это всевозможные популяризаторы, кстати, тетралом самого электролия образовача очень такой игрековый по психологии, то их дети будут обращать на технологии очень серьезное внимание. Потому что это та возможность, которую им показывают родители и в которую они действительно верят. Тебя лучше всех технологий, ты сам препятен. Вот. Если помните, одна из частей тетралогии называлась «Рессин неуловенный друг». Это когда этот самый робот электроник создал себе электронную собаку. В фильме это тоже есть. Приверженность поколения Z-гаджетам по прогнозам «Теория поколения» будет еще больше, у «Теория поколения». Почему? Опять-таки телефон «Петя рука» и потому что гаджеты заменяют очень многие функции, которые раньше пополнялись в «Теория» зрения, реферировать то, что он получил. И это будет намного продуктивнее в принципе, чем усилия его родителей, бабушек и дедушек в школе. Еще момент, который отмечают исследователи в развитии поколения Z, это ухудшение эмпатии и сложности с работой в команде, вообще с пространством, где много людей, с открытым пространством. Откуда это может взяться? Опять же, это не обыденно все распространяется, но что может быть? Вот эта самая гиперопека не позволяет ребенку развивать эмпатию. То есть, когда мы ему показываем какие-то ужастики, или рассказываем какие-то грустные сюжеты, или в общем даем ему понять, что мир не настолько розовый и прекрасный, как мы бы хотели, чтобы он думал, позволяем ему волноваться, сердиться, обижаться, искать возможность существовать в этом мире, мы развиваем в том числе его эмпатию. А эмпатия важна впоследствии уже, и вообще-то сразу важна, чтобы чувствовать других людей, чтобы вообще жить в человеческом обществе. Зато все эти могут возникнуть проблемы, потому что они достаточно закрыты, замкнуты на свою семью, поэтому взаимодействовать с остальными бывает сложно. Ну и опять-таки работа в команде. А кто же понимает поколение Z, как они есть, кого они близки? Вот, я думаю, вы видели интересный, замечательный фильм «Вверх». Его называют как раз некоторые исследователи очень яркой такой художественной иллюстрацией о взаимоотвращениях будущего поколения Z с предыдущими поколениями. Вот как раз главный герой это то самое поколение молчаливых, которые родились в период сталинских репрессий и начала Великой Отечественной войны у нас, которым принадлежат наши бабочки и дедушки и которым собственно принадлежал и несовременно чиноватисты. То есть их мышление как ни удивительно в чем-то сильно напоминает друг друга. То есть мучиливое поколение росло не только в эти страшные годы, но и в ход политификации, индустриализации, конец движения и опять-таки в ход глобального экономического кризиса. А поколение Z видит ценности, которые сейчас постелируются июлями. Это энергоиспережение всевозможной экологии, зеленое движение, это модернизация, оптимизация всех процессов и опять-таки они сталкиваются с глобальным экономическим кризисом, который не так сильно удаляет по среднему классу, но иллюстрации того, что он делает сообществом как раз можно удалить по телевизору и другому кризису. То есть сознание и улучшит. Вот в заключение такой позитивный слайд с электроником. Опять-таки как и в отношении поколения Y в отношении поколения Z не стоит понимать. У них все получится. Если мы сможем их видеть. Когда вышла в 91-м году теория поколений, ее называли даже ее противники интересным художественным образцом творчества и гигантским мотивирующим толчком для американского общества. То есть почему она стала популярна, почему термины из нее стали гулять даже те, кто не с ними знаком бывает употребляет именно потому, что теория поколения была мотиватором. А почему это мотивирует? Потому, что человек всегда будет пытаться понять себя. И способы для этого есть разные. То есть создатели теории поколения случайно нашли тот способ, который в тот момент и на протяжении выходит последующих 20-20 лет прекрасно описывал общество. И у них начались разгадывать по своему делу. Ну, а у нас есть художественная литература и писатели, которые тоже могут подсказать интересные решения для построения заинклечения смыслов. И для ценных своих возможностей. Всем спасибо!